всем привет мой марафон похудения продолжается сегодня покажу вам свое меню для похудения на три дня блюда в меню обычные простые легко готовятся из доступных продуктов которые можно купить в любом магазине у меня сегодня 11 день марафона и сегодня на завтрак я решила приготовить сырники сырники буду готовить сразу на два дня на двойную порцию беру 400 грамм рассыпчатого творога 5 процентов жирности для сырников я в основном беру рассыпчатый творог более сухой и сырники лучше держат форму с небольшим количеством муки в творог добавляю 2 яйца хорошо все перетираю добавляю муку у меня смесь рисовая и кукурузная всегда добавляю немного кукурузной муки тогда сырники получаются красивого цвета добавляю немного сахарозаменителя у меня фит парад номер 10 все хорошо перемешиваю и формирую сырники среднего размера у меня получилось 10 сырников точное количество всех продуктов и калорийность блюд я оставлю в описании под этим видео сырники буду жарить на сухой сковороде без масла на среднем огне под крышкой у меня хорошая антибригарная сковорода и сырники прекрасно жарятся без масла когда сырники подрумянится переворачиваю и жарю до золотистого цвета под крышкой на среднем огне до готовности смотрите какие румяные сырнички получились можно сырники запекать в духовке но мне привычнее жарить на сковороде так как жарю без масла это тоже совсем не вредно у меня получилось две порции сырников половину съем сегодня на завтрак остальное оставлю на завтра и на завтрак у меня сегодня 5 сырников и кофе с молоком без сахара молока я добавляю 50 грамм после завтрака еще обязательно выпью комплекс витаминов и минералов и омега-3 когда я занижаю свою калорийность я всегда пью витамины и минералы и омега-3 пью курсами через месяц и между каждым приемом пищи всегда пью воду стараюсь выпивать хотя бы по одному стакану воды бывает и больше на перекус 2 крупных киви и грецкие орехи 30 грамм сначала съем киви а потом буду есть орешки и запивать их чаем на обед сегодня буду готовить щи из квашеной и свежей капусты и добавляю еще немного цветной у меня замороженное щи буду готовить с картофелем в первые блюда в основном всегда добавляю картофель но за исключением только каких-нибудь легких овощных супчиков картофель я уже порезала на кубики хорошо промыла под водой и пока я буду нарезать остальные овощи картофель у меня будет стоять в воде чтобы ушел лишний крахмал капусту шинкую соломкой режу лук и натираю морковь на крупной терке большие соцветия цветной капусты разрезаю напополам щи буду готовить на курином бульоне пока я подготавливала все овощи у меня уже сварилась мясом и мой бульон готов мясо достаю бульон варила на бедрах бедра дам мужу и ребенку у меня сегодня будет другая еда в куриный бульон кладу все овощи только не добавляют цветную капусту она быстро варится я ее добавлю в конце варки я ничего не зажариваю и без зажарки получается очень вкусно добавляю воду у меня кастрюля два с половиной литра готовлю сразу на всю семью довожу все до кипения и варю до готовности овощей когда все овощи приготовились добавляю цветную капусту приправы у меня хмели сунели и карри лавровый лист добавляю еще томатную пасту томатную пасту можно заменить на помидоры варю еще минут 5-10 выключаю плиту добавляю укроп у меня замороженный все накрываю крышкой и даю немного постоять пока готовились щи я этим временем отварила овощи у меня мексиканская смесь овощей мне удобнее отваривать можно приготовить на пару это уже по желанию я наварила сразу много овощей чтобы мне хватило на несколько дней на обед сегодня щи с квашеной и цветной капустой моя порция 300 грамм добавила немного сметаны 15 процентов жирности щи буду есть с ржаным хлебом у меня небольшой кусочек 30 грамм на второй у меня будут отварные овощи 150 грамм в овощи добавила еще немного сметаны 15 процентов жирности точный вес всех своих порций я оставлю в описании под этим видео вот такой вот у меня сегодня обед вкусный и полезный на ужин сегодня буду готовить куриную запеканку и на и филе режу на мелкие кусочки мне больше нравится когда филе нарезано мелко тогда запеканка получается намного сочнее к филе добавляю сушеную паприку и черный перец солю по вкусу и даю немного постоять промариноваться пока филе будет стоять мариноваться я этим временем порежу помидоры кружочками и сделаю заливку к яйцам добавляю сметану солю по вкусу и все хорошо взбиваю филе выкладываю форму и равномерно распределяю сверху кладу помидоры помидоры можно еще порезать кубиком это как вам удобнее все заливаю яичной заливкой равномерно распределяю сверху посыпаю с сыром у меня сыр сулугуни он менее калорийный и ставлю запекать в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов вы конечно же в первую очередь ориентируйтесь по своей духовке у меня прошло полчаса и смотрите какая румяная аппетитная запеканка получилось у меня выходит 4 порции две порции я оставлю для себя остальное съест муж ребенок если вы готовите отдельно для себя возьмите только половину продуктов которые указаны в рецепте на ужин сегодня куриная запеканка моя порция 250 грамм запеканка очень вкусная и сытная после такого ужина вы долго не захочете ничего есть и легко продержитесь до утра чуть позже попью еще черный чай без сахара и на сегодняшний день это мой последний прием пищи и больше есть ничего не буду буду пить только воду или чай без сахара и сахарозаменителей второй день у меня будет точно такой же так как сразу готовила много чтобы хватило на следующий день а на третий день буду готовить другие блюда на завтрак сегодня буду готовить белковый омлет мне понадобится 100 грамм творога 5 процентов жирности в творог добавляю 2 яйца хорошо все перетираю солю по вкусу добавляю зелень у меня лук и укроп омлет буду жарить на сухой сковороде без масла на среднем огне под крышкой смотрите какой омлет получился очень вкусно и сытно на завтрак отличный вариант готовится легко и просто а получается очень вкусно на завтрак у меня белковый омлет с зеленью и попью кофе с молоком без сахара молока я добавляю 50 грамм и после завтрака еще обязательно выпью комплекс витаминов и минералов и омега-3 на перекус два крупных киви и грецкие орехи 30 грамм сначала съем киви а потом буду пить чай вместе с орешками на обед буду тушить куриную печень со сметаной печень режу на средние кусочки режу лук сковороду добавляю совсем немного растительного масла у меня вот такой распылитель для масла очень удобно несколько распылений и всего лишь 1-2 грамма масла и буду пассеровать лук когда я пассерую лук я всегда добавляю совсем немного масла когда лук станет мягкий и прозрачный добавляю печень и тушу под крышкой до готовности в готовую печень добавляю сметану черный перец лавровый лист солю по вкусу и еще тушу минут пять и печень готова сегодня на обед тушеная печень со сметаной 100 грамм и гречка во дворном виде 100 грамм гречку варю сразу на всю семью мне удобнее взвешивать уже в готовом виде сверху все еще полила оливковым маслом одна столовая ложка печень и гречка очень хорошо подымают гемоглобин я периодически стараюсь включать свой рацион эти продукты на обед у меня еще будет салат 120 грамм здесь пекинская капуста зелень салат заправила сметаной 15 процентов жирности пол столовой ложки и чуть позже попью еще черный или зеленый чай без сахара на ужин тоже будет тушеная печень 100 грамм с печенью буду есть отварные овощи со сметаной 200 грамм и чуть позже попью еще черный или зеленый чай без сахара и на сегодняшний день это мой последний прием пищи и больше есть ничего не буду буду пить только воду или чай без сахара и сахарозаменителей на 14 день марафона по плану разгрузочный день и в понедельник обязательно будет отчет по весу подведу общий итог моего двухнедельного марафона похудения буду очень рада если вы мне поставите лайк обязательно пишите комментарии ваши отзывы это лучшая награда для меня и всем до скорых встреч